Прикоснуться к уникальному тысячелетнему достоянию японской культуры стало возможным сегодня в Бресте. Целый цикл развлекательно-познавательных мероприятий был подготовлен сотрудниками Археологического музея Берестия совместно с посольством Японии в Республике Беларусь и Клуба боевых искусств в Будзинкан. Подобные праздники культуры Брещена принимает впервые. Они приятно удивят и ребенка, и взрослого. Сегодня в Археологическом музее Берестия проходит мероприятие «Окно в Японию» в рамках фестиваля японской культуры в Республике Беларусь «Японская осень в Беларуси». Участники смогут познакомиться с последней жизнью Японии, с традициями, культурой, поближе ощутить дух Японии, страны восходящего солнца, ну и, конечно же, не только посмотреть, но и приобрести новые знания. Мероприятие было разделено на несколько тематических блоков. Один из них – выставка «Традиции и культура Японии», где представлены экспонаты, наглядно демонстрирующие мировоззрение и образ жизни японцев, макеты архитектурных достопримечательностей, кулинарная книга жителей страны восходящего солнца и даже обрядовые предметы, такие как, например, свадебное кимоно, на котором символично расположены журавли, считавшиеся берегами, предметы разных эпох, жанров и видов. Часть выставки экспонаты предоставлены именно посольством, ну а часть выставки, конечно, была экспонатов предоставлена клубом Будинкам, представителями. Это частная коллекция. Своё восприятие Японии сложно представить без традиционных единоборств. Для ценителей этого вида искусства, который, к слову, в стране восходящего солнца ценится наравне с хорошими книгами и театром, была отведена целая площадка. Высокое мастерство борцов было оценено публикой. В глубоком философском понимании, на самом деле, разграничивать всю культуру очень сложно. То есть многие люди начинают заниматься боевыми искусствами, к примеру, не зная отчаянной церемонии, каллиграфии и так далее. Но в итоге, так или иначе, так происходят события, что начинаешь интересоваться тем или этим. Либо ты находишь какие-то отвлекления у себя в своём искусстве, занимаешься, к примеру, каллиграфией и начинают у тебя проявляться какие-то другие моменты. Кроме показательных боёв и большой выставки, участники мероприятия смогли познакомиться с киноискусством страны восходящего солнца и решить квест-анкету, которую с одинаковым азартом заполняли и дети, и взрослые. Яркий восточный праздник удался. Те, кто не успел посетить мероприятие сегодня, не должны расстраиваться. Экспозиция ещё не заканчивает свою работу. Окунуться в мир и культуру японцев берестейцы и гости нашего города могут до 9 ноября.